Итак, берем коричневый пластилин. Нам много его нужно взять, дети? Мам! Немножечко. Да, смотрите, попробуем его отсоединять. Досказываем тоненькие, тоненькие. Творческие мастерские – настоящая изюминка нового детского сада на улице Шигаева. Тут дети научатся рисовать и мастерить при помощи подручных материалов – ватных дисков, палочек. В ход пойдут любые бытовые предметы. Рисовать можно будет даже руками. Развивать креативность и подходить к вопросу с необычной точки зрения – одна из важнейших задач современной системы дошкольного образования. 160 детей уже завтра перешагнут порог детского сада «Изюминка». Но перед этим знакомство с воспитателями, игры и торжественное открытие. Мы живем рядом. Давно его присмотрели. Себе решили, что будем ходить сюда. Дождались, что он построился, открылся. Нас пригласили. Мы вот готовы ходить в садик. Новейшее оборудование, просторные кабинеты и пространство для дополнительного образования. Лаборатория познавательного развития, комната психологической разгрузки, сенсорная комната, кабинет учителя-логопеда и студия творческой деятельности. Все это есть в новом детском саду номер 171. Особое внимание уделили питанию и безопасности. Мы имеем возможность реализовывать федеральную образовательную программу во всей ее широте, во всех направлениях. Таких направлениях, как речевое развитие, художественно-эстетическое, развитие физических способностей детей. И приоритетное, естественно, в современном веке патриотическое воспитание. Мы будем реализовывать все виды направления воспитания в нашем новом дошкольном учреждении. Строительство второго корпуса детского сада «Изюминка» началось еще в 2021 году. Для жителей нового района это дошкольное учреждение стало спасением. Теперь многие родители смогут водить детей в детский сад пешком. Губератор Алексей Русских приехал на открытие «Изюминки». Он отметил, что строительство детских садов в новых районах – одна из важнейших задач региональной политики. На сегодняшний день мы практически ликвидировали очередь. Но у нас есть районы, которые в Урно-Совице, в Урно-Развиваются. И, соответственно, там дальше было нехвативно и школу, и детские сады. Поэтому будем дальше. Строительство современных детских садов происходит благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На садик было выделено 380 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджета. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.